Режим работы ночного приюта, расположенного в здании социального приюта по улице Шаур-23, определяет погодные условия. Весной и летом он принимает постояльцев с 20 до 7 утра, а зимой, как правило, с 18 до 8. Но в этом году сильные морозы внесли коррективы в распорядок работы учреждения. Люди без определенного места жительства могут находиться здесь круглосуточно. Результатом стало увеличение количества клиентов. Приют рассчитан на 60 мест, из которых 20 посадочных. В декабре его посетили 40 человек, а в январе уже 52. Из них 17 – новые клиенты. С ними работает социальный работник, социальный реабилитолог. И они могут помыться в душе, получают направление на флюорографию и к дерматологу. С ними работает медсестра, оказывает первую медицинскую помощь, если как таковая нужна. Новички поступают в приют после рейдов по местам скопления горожан, по разным причинам попавших в сложную жизненную ситуацию. Подобные рейды социальные работники восьмой год подряд проводят совместно с сотрудниками полиции и самоуправления. Им привозят продукты от Красного Креста, медикаменты, дают консультации, приглашают наведаться в ночной приют, где им помогают восстановить утраченные документы, задекларировать место жительства в социальном приюте и встать на учет в центр занятости. Из-за морозов многие остаются здесь на весь день. Бытовые условия, горячие завтраки и ужины им обеспечены. А пообедать можно в столовой, которая второй год работает в социальном приюте по программе «Горячее питание. Здоровая среда». Не только клиенты социального приюта и ночного приюта, а также жители города, которые попали в крестную ситуацию, могут прийти, получить тарелку горячего супа, хлеб и также получить консультации социальных работников, направление на флюорографию. Им же также читаются лекции и оказывается посильная помощь. Посильную помощь ночному приюту может оказать любой горожанин, 90% посетителей – мужчины. Поэтому очень нужна мужская зимняя обувь, теплые куртки и нижнее белье.